Здравствуйте! Время новостей на нашем телеканале в студии Ирина Варсан. О самых важных событиях к этому часу расскажем далее. Начнем выпуск с новостей, связанных с погодными условиями. Молдова укрыла белым снежным одеялом. И, как обычно, власти к ситуации оказались не готовы. Десятки трасс национального значения остаются заблокированными, а многие водители провели ночь в кабинах своих машин, застрявших в снежных ловушках. В некоторых случаях даже потребовалось вмешательство национальной армии. На КПП «Паланка» автомобили оставались заблокированными всю ночь, а в стране возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Из-за заснеженных и обледенелых дорог только в Кишневе менее чем за сутки произошло около ста аварий, в которых восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Автобус, следовавший по маршруту Кишнев-Новой Аненой с десятью пассажирами на борту, сошел с трассы. Его пришлось вытаскивать при помощи спецтехники. По данным полиции, пять трасс национального значения и несколько дорог местного занесены снегом. Направление Тудора-Паланка заблокировано. По словам пожарных, на дороге страны помощи оказано более 170 водителям. На обочинах по-прежнему остается много автомобилей. Большинство спасательных операций проводятся на юго-востоке и юге Молдовы. В Каушанском, Штефанводском, Чемишлийском районах, а также в Атога-Гаузии. В Каушанах беременная женщина не смогла самостоятельно добраться до роддома. Ей помогла спасательная бригада. Из-за метели две машины скорой помощи застряли на дорогах Тараклии. Только после вмешательства пожарного расчета медики прибыли к месту назначения. Еще одна скорая застряла на пути в Бурлачен и Кагульского района. В Гагаузии пожарные пришли на выручку 20 автомобилистам и спасли от снежного плена более 35 человек. В Чемишлии разблокирован международный автобус с 15 пассажирами. В некоторых случаях потребовалась помощь национальной армии. Военные помогли водителям, застрявшим на южных трассах страны, где у скювета было отбуксировано несколько сошедших с трассы грузовиков. Пограничная полиция сообщила, что отрезок дороги между вулканештами и Бурлаченами занесло метровыми сугробами. Впрочем, как и часть трассы между Этулеей и Чичмикей. Люди, оказавшиеся в непогоду в пути, выложили десятки видео и фото в социальной сети. На КПП Паланка с прошлого вечера стоят десятки автомобилей. На расчистку снега вышло почти 300 единиц спецтехники и более 340 рабочих. Администрация дорог обращается к водителям с просьбой отложить дальние поездки из-за сложных погодных условий. В том числе через таможенные посты Паланка, Тудора, Джурджулешты, а также звонить по номеру 112 в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Полиция сообщает, что движение грузовиков на участке от села Пересечино в сторону Аргеева и обратно будет остановлено, чтобы провести очистку дорог. После этого транспортный трафик постепенно восстановится. Такая же ситуация и в Новых Аненах, где сотрудники патрульной службы остановили более 30 крупнотоннажных машин во избежание рискованных ситуаций. В то же время власти сообщили, что из-за сильного ветра паром в селе Маловато, соединяющий два берега Днестра, временно приостановил работу. Вчера вечером из-за обильного снегопада в столице начались серьезные проблемы на дорогах. Из-за несвоевременной уборки заблокированная оказалась проезжая часть во многих районах города. Как следствие, образовались многочисленные пробки, а десятки машин оказались на обочине. Происходили аварии, в том числе и с участием троллейбусов. Из-за сильного снегопада передвигаться по столице стало почти невозможно. Десятки автомобилей застряли в пробках. Такую картину можно было наблюдать почти в любом уголке города. По данным службы 112, снег и гололед стали причиной десятка аварий. Было затруднено и движение троллейбусов. В социальных сетях появились кадры пассажиров, которым пришлось выходить из транспортного средства и всем вместе толкать его, чтобы сдвинуть с места. Чтобы избежать опасных ситуаций, некоторые вообще отказались от общественного транспорта и автомобилей и передвигались на велосипедах. Жители столицы, а также водители говорят, что город оказался парализован из-за безответственности городских властей, которые вовремя не очистили дороги. Это безобразие. У нас такая суровая зима. У нас месяц зимы и даже с этим не справились. Одни несчастные случаи и травмированные люди. Бардак полный. Первый серьезный снегопад за зиму и ничего не убрали. На расчистку дорог подразделения не вышли. Не понимаю, почему. Очень сложно ходить по улице. Со своей стороны городские власти заверяют, что профильные службы работают с прошлой ночи совместно с Национальным инспекторатом общественной безопасности. На главных улицах, на многих прилегающих улицах работы были проведены эффективно. Там, где это было наиболее необходимо. Есть еще проблемные участки. Есть участки, связанные с тротуарами. Есть места, которые либо частично очистили, либо вообще не начали еще очищать. По данным властей, сотрудники предприятия «Эксдруппа» и 63 единицы спецтехники всю ночь были задействованы в уборке столицы от снега. На автомагистралях использовано более 900 кубометров противогололедного материала и почти 300 тонн соли. На пригородных маршрутах, где курсирует общественный транспорт, постоянно работали сотрудники ЖКХ. С пяти утра рабочие предприятия очищали от снега остановки общественного транспорта тротуары, мусорные площадки, подъездные пути к социальным учреждениям. Кишиневские власти сообщают, что на всех городских маршрутах курсирует общественный транспорт. На линии вышло 323 троллейбуса и 101 автобус. 13 учебных заведений Каушанского района с завтрашнего дня будут работать онлайн из-за сильного снегопада. Информацию предоставило районное управление по чрезвычайным ситуациям, которое также отметило, что деятельность еще шести школ республики приостановлена, а ученики вернутся в классы позже. Нашим журналистам удалось связаться с двумя директорами школ из Каушанского района, которые сообщили, что приняли такое решение самостоятельно. Указание, разосланное Министерством образования, позволяет им самим определять, в каком режиме должны проходить уроки в подобных ситуациях. Я не ожидал, что состояние дорог будет именно таким. Сегодня дороги чистили, и значит завтра уже будут обычные уроки. Но завтра может пойти снег. Да, но я вижу, что у нас работа по расчистке выполняется хорошо. Мы расположены на самой высокой точке в селе Урсая. Приходится мириться с метеорологическими условиями. Но в селе начались работы по расчистке дорог. Вот буквально сейчас проезжал трактор в 11 часов. Пока только по центру села. По прилегающим улицам еще нет. В администрации учебных заведений сказали, что, скорее всего, завтра дети вернутся в классы. В Министерстве образования нам сообщили, что пока они знают, сколько школ перешли на дистанционное обучение в связи с погодными условиями, потому что информацию пока только собирают, и картина прояснится ближе к вечеру. За такой же информацией мы обратились и к вице-примару Кишинева, который отвечает за образование. Учебный процесс будет проходить согласно плану, принятому в начале этого года. У нас нет сейчас исключительных ситуаций. Все дороги и подъездные пути расчищены. Кутасявич также уточнила, что общественный транспорт ходит в обычном режиме, поэтому учащиеся могут легко добраться до школ не только в столице, но и в ее пригородах. В Аргееве рабочие коммунальных служб трудились в режиме нон-стоп, чтобы расчистить улицы и дороги населенного пункта. Таким образом, несмотря на сильный снегопад в ночное время, утром все основные подъездные пути были расчищены. В настоящее время по городу можно передвигаться без проблем. Пешеходы в полной мере могут насладиться красотой зимы. Также и в Аргеевском районе все основные дороги расчищены и обработаны противогололюдными реагентами. В муниципе Аргеев представители жилищно-коммунального хозяйства приступили к работе еще в среду вечером и продолжают до сих пор. Первыми очистили центральные улицы и те, которые ведут к больницам, детским садам, школам и общественным учреждениям. Тротуары очищали от снега машинами, оснащенными специальными щетками. Дороги и тротуары обработаны противогололюдным материалом – смесью соли и песка, чтобы избежать гололюда. Представители премырии Аргеева лично проверили работы, в которых были задействованы десятки единиц спецтехники. Во всех пяти районах Аргеева работа идет нормально, так что мы уверены, что справимся. Коммунальное предприятие работает в режиме готовности, чтобы оперативно ликвидировать последствия снегопада. У нас есть 800 тонн противогололюдного материала, который будет нанесен на все улицы города. Рабочие трудятся с самого утра, чтобы обеспечить свободное движение автотранспорта и пешеходов. Чистим город от снега, чтобы было красиво. Чисто, чтобы не было аварий. На улицах Аргеева мы также встретили сотрудников Народной гвардии, которые патрулируют городские артерии и при необходимости оказывают помощь как прохожим, так и водителям. Мы поддерживаем общественный порядок на улицах Аргеева, чтобы не было происшествий и опасности. В результате предпринятых усилий на улицах Аргеева движение осуществляется в условиях зимнего времени. Жители города считают, что они в безопасности. Очень хорошо и очень красиво. Наш примар старается для жителей города. Как въехала в город, все расчищено, все хорошо, мы в безопасности. Все нормально, очень хорошо, можно ходить, не страшно, транспорт работает, это хорошо. Местные власти заверяют, что справятся со снегопадом и все службы будут работать в режиме нон-стоп. И призывают водителей соблюдать осторожность, избегать дорожно-транспортных происшествий и не парковать автомобили в местах, где работает снегоуборочная техника. В Аргеевском районе расчищают и дороги в селах. Вице-председатель районного совета Виктор Перцу заявил, что все улицы расчищены и посыпаны противогололедным материалом. Во всех районах страны снег будет идти и сегодня. По прогнозу синоптиков, в четверг будет облачная погода, местами метель, снежные заносы и налипание снега. На дорогах, возможно, гололедится. Ветер северо-западный. Днем температура понизится до минус 4 градусов на севере. А в центральных и южных районах страны температурные показатели будут колебаться от нуля до плюс 1 градуса. Гидрометеослужба предупреждает, что в Кагуле и в Камрате ожидается сильный снегопад. Правда, надолго такая зима не задержится. В ближайшие дни потеплеет. К другим темам. Сегодня утром в результате пожара сгорел деревообрабатывающий завод в столичном секторе Чиканы. Десятки пожарных боролись с огнем несколько часов. О жертвах не сообщается, а причина возгорания еще не установлена. Около 7 часов утра густой черный дым окутал часть столичного района Чиканы. Люди, находившиеся неподалеку, запечатлели кадры яркого пламени. Деревообрабатывающий завод превратился в пепел всего через несколько часов после возгорания. Работающий поблизости мужчина рассказал, что случившееся его ужасно напугало. Я был в шоке, потому что мы работали здесь и испугались, что он доберется до нас, и мы останемся без работы. 8 оперативных бригад и 48 пожарных боролись с пламенем. Во время пожаротушения жертв обнаружено не было. Обстоятельства и причины инцидента будут установлены позже другими специалистами. В то же время на улицах Атаваска и Подул-Иналт движение было ограничено почти 3 часа. КОВИД-19 забирает все больше человеческих жизней по всему миру. Эта неделя бьет все рекорды по количеству летальных исходов с начала пандемии. Кроме этого, по данным ВОЗ, британский штамм коронавируса зафиксирован в 70 странах, а южноафриканский – в 31. В связи с такой неутешительной статистикой, вакцины от COVID-19 необходимо как можно скорее адаптировать к новым мутациям. С начала пандемии в мире зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19 – более 18 тысяч за сутки. Предыдущая неделя закончилась с наибольшим количеством жертв – более 100 тысяч человек. На данный момент от коронавирусной инфекции на планете скончались почти 2 миллиона 200 тысяч. Выявленный в ЮАР штамм коронавируса оказался более устойчивым к антитилам в плазме крови переболевших COVID. Это означает, что уже созданные препараты могут быть менее эффективны для защиты организма, предупреждают учет. В связи с этим вакцины от COVID-19 можно и нужно быстро адаптировать к новым мутациям вируса. Производители уже работают в этом направлении. Многие правительства мира доверяют программам вакцинации, тем не менее вводят все более жесткие ограничения – запрет на многолюдные собрания и на передвижение. Между тем, британская версия коронавируса в настоящее время является причиной 10% случаев заражения во Франции. Власти Парижа сообщили о почти 27 тысячах инфицированных, что является самым высоким показателем с середины ноября 2020 года. В стране рассматривается вариант более строгого локдауна. Первый случай заражения британской версии коронавируса во Франции подтвердился еще в конце декабря. Бразильский штамм, ставший лидером в Амазонии, продолжает распространяться, что подтверждает опасения о том, что он не менее заразен, чем его предшественники из Англии и Африки. Необычное явление в зоопарке Тусона в американском штате Аризона. На опубликованных кадрах слоны, которые наслаждаются выпавшим снегом. В этом месте жаркий климат, поэтому снег выпадает крайне редко. Однако неожиданный снегопад обрадовал местных обитателей фауны. Так слоненок по кличке Пензи и его старшая сестра Нанди отреагировали весьма необычно. Они играли в снегу, бегали по вольеру и радовались каждой выпавшей снежинке. На этом все. К этому часу в студии была Ирина Варсан. Спасибо, что были с нами. Не пропустите вечерний выпуск программы «Время новостей» на телеканале ТВ6 в 21.00 и в 10 вечера на Архей ТВ. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok